Франко-немецкий телевизионный канал Арте и продюсерская компания Elephant Adventures побывали в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета, где состоялись съемки документального фильма, посвященного истории казанских татар. Смотрим! От снятой библиотеки Казанского университета материал повествует о непростом процессе смены графики татарского языка. Задумка режиссера рассказать об этом историческом факте, используя памятники литературы, хранящиеся в университетской библиотеке. В нашем собрании огромное количество и изданий, и рукописей, которые создавались и на арабской графике, и на Ян-Алифе или латинской графике, и на кириллице. Фильм будет посвящен истории казанских татар, который будет показан в программе приглашения к путешествию. В конце него зрители познакомят с изменениями, которые происходили в 20 веке в татарской письменности. Сюжет для нашей программы о путешествиях, посвященный татарскому наследию Казани. Название Казани, на самом деле, мы снимали не только в Казани, мы ездили еще в Болгар, ездили в татарскую деревню в Тетюшинском районе Большой Атряси. Вчера снимали в Кремле и в старой татарской слободе, в мечети Марджани, вот сегодня пришли сюда. 14-минутный небольшой документальный фильм о татарском наследии Казани будет переведен вначале на французский, затем на немецкий язык и будет показан на франко-немецком телевизионном канале Арте. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Нивер Ньюс.